В далёком-предалёком царстве, невредом государстве, жила-была одна прекрасная принцесса. Звали её Дуня. Ну так вот, сказка начинается. Звали её Дуня. У этой принцессы Дуни была самая настоящая волшебная скрипка. А волшебная она была потому, что приносила всем радость. Тоже мне волшебство, скажите. Вы ошибётесь. Самое настоящее волшебство. Ну, посудите сами. Дуня очень любила ходить в ближайший лес и часто играла там, сидя на пенёчке. Так вот, когда она играла, по всей круге распускались даже самые маленькие, и самые слабенькие цветочки тянулись травой вверх. Под деревьями бросали грибы, как после хорошего дождика. Весь лес наполнялся музыкой и пением птиц. Они подпевали скрипки на все голоса. На полянку к принцессе Дуни сбегали из диких зверей и зачарованно слусали волшебную музыку. Из-за тучек появлялось улыбающееся солнышко, которое все приносило радость. И в один из таких дней, в которые обычно случаются чудеса, Дуня как раз собиралась пойти в лес и посидеть на своём любимом пеньке. Села она на пенёк и начала играть. Как всегда, сразу защепитали птички. Со всех сторон сбежали зайцы. Пришли каличьи дожики. Прибежали даже очень маленькие животные этого леса. Это были мышки. Пришёл даже волк. И лиса тоже пришли послушать эту волшебную песню. Как вдруг в кустах послышался странный шорох. В кустах раздался странный звук, похожий на звук колокольчиков. Принцесса, может быть, немного испугалась, но обиды не подала. Странные звуки усилились, и на поля мы вышли в виде народ. Надо сказать, одинорогов сейчас осталось очень много. Очень мало, быть может, это даже был последний единорог. К тому же они очень пугливые и к человеку никогда не выходят. Но наш единорог вышел на поляну послушать прекрасную музыку. Дуня закончила, единорог все стоял на полянке и смотрел на нее. Принцесса встала и подошла, чтобы погладить этого замечательного зверя. Но он испугался и уже через мгновение единорог исчез в кустах. На следующий день Дуня опять пришла на полянку и опять заиграла на волшебной скрипке. Вдруг опять появился единорог, но на этот раз он оказался более смелым и подошел ближе. Когда принцесса закончила играть, единорог не испугался и остался на месте. Принцесса осторожно подошла к единорогу и погладила его. Так происходило в следующие разы, пока не приключилась одна история. Один злой колдун услышал про то, что у одной принцессы есть волшебная скрипка и прилетел к ней. Но когда принцесса завидела его издалека, она спрятала волшебную скрипку в дупле. Колдун, конечно, очень разозлился на то, что принцесса не хочет рассказывать ему, где скрипка, и посадил ее в замок. Принцесса очень плакала и хотела на бой. Когда пришел единорог на полянку, чтобы послушать прекрасную музыку, он очень удивился, потому что не увидел принцессу. И тогда он пошел искать ее по лесу. И вдруг он набрел на замок. Когда он стал его обходить, он услышал плач принцессы. И тогда он вошел в главные ворозы и увидел своего злейшего врага. Почему он был врагом единорогу колдуна? Много лет назад жил-был один принц. Он был очень добрый, очень богатый, очень умный. И ему завидовал один злой колдун. И как-то раз этот колдун позвал его поужинать к себе. И когда принц пришел, тот превращал его в его единорога. Поэтому единорог давно хотел расправиться с колдуном. А тут еще колдун схватил принцессу и тогда начался бой. Так продолжался бой очень долго, пока единорог не выпил палочку у колдуна. Палочка упала, и этим воспользовался единорог и победил противника. Немедленно, ни секунды единорог пошел в замок и освободил принцессу. После этого они вместе пошли в замок к принцу. И шли они через лес. И пока они шли, к ним выходили разные звери и приветствовали их. Вышли, вылетели птички. Прибежали зайцы. Поздравляю вас, принцы, принцесса, с возвращением. Спасибо. В кустах зашушали ежики. Поздравляю вас, принцы, принцесса, с возвращением. Спасибо. Прибежали даже мышки. Поздравляю вас, принцы, принцесса, с возвращением. Спасибо. Прибежал даже волк. Поздравляю вас, принцы, принцесса, с возвращением. Спасибо. И леса тоже пришла. Поздравляю вас, принцы, принцесса, с возвращением. Спасибо. Так они дошли до замка принца. И когда они туда пришли, у них начался бал. Туда пришли все. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Артист на сцену! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Прошу отметить, что дети почти все сделали сами. Но ваши солиды немножко помогали. Но в целом я тут выпивал. Рисовали, рисовали! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я желаю, что можно пойти в Одесские горы и стоять на стол. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я же расскажу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ